Итак, всем привет! Хочу показать вам один небольшой, как бы сказать, полезный совет. Можно так сказать, это не лайфхак, это просто полезный совет для начинающих, кто только пришел как бы в стройку или, допустим, там заказчики, которые только первый раз начинают делать у себя ремонт дома, будет этот полезный совет и им, и начинающим мастерам. Вот, в чем заключается этот небольшой полезный совет? Вот у нас есть новое окошко, новое окно, и вот у нас должен здесь делаться ремонт. Как вы видите, здесь отбивались откосы, здесь будет, короче, все по-новому выстраиваться, выстраиваются плоскости, откосики, и здесь будет делаться определенный объем работ. И когда делаются либо какие работы, чревато, ну, может упасть какой-то материал, может упасть какой-то инструмент. И вот у нас лежит за 1000 гривен подоконник. Это чуть меньше 40 долларов, где-то 35 долларов, где-то вот так. И когда, допустим, уже откос готовый, там откос сделан, а там натягивают потолки какие-то там, ну, работы либо какие происходят, я вам расскажу со своей практики, как у меня было один раз в жизни. Это был балконный блок, то есть это было окошко и дверь, и был вот такой коротенький подоконник, здесь проход. Я клеил на потолок откосы, перед этим мы установили подоконник, клеим откосики, и когда клеим откосы, второй откос начинает клеиться вот этот, чтобы как бы подпирать здесь и подпирать здесь. То есть первый клеим сверху. Я намазал клеем для гипсокартона, вроде бы приклеил, только отвернулся, чтобы взять чем-то подпереть, оно вроде бы держится, и оно отрывается и падает на край гипсокартона, вот сюда, и отбивает где-то сантиметра 4 пластика, то есть здесь такая трещина получается, отбила. Слава Богу, я всегда беру с запасами, вот если бы посмотреть, там 9 сантиметров в сторону уходит, и там 9 сантиметров в сторону уходит. Если бы здесь отломать 4 сантиметра, этот подоконник можно распенить, то есть его можно оторвать, он на пенке держится, и пододвинуть сюда 2 сантиметра, то есть компенсировать этих 4 сантиметра по 2 сантиметра на сторону. И при этом не будет заметно, что больше, меньше, ну, короче, будет все так, как нужно. И вот, когда у меня был запас, там запас был приличный, я его просто распенил, чуть-чуть вытянул, обновил конец этого лопнутого, и после этого у меня началась вторая история. То есть я начал каждый подоконник заклеивать, во-первых, бумагой, в первую очередь идет бумага, можно пленку потолще, а не бумагу, но бумагу даю, она как буфер не дает песку там собираться, допустим, да, то есть с бумаги смел и все, не с этого. На бумагу уже ложу бронь, то есть бумага лежит постоянно, она расклеивается в последнюю очередь, а на бумагу ложу бронь. Бронь это может быть вот куски гипсокартона, то есть вырезаются они от конца и до конца кусочки гипсокартона, и тогда можно еще наверх положить кусочек вот пенопласта. Тогда даже когда делаются какие-то работы, там ошпаклевание, сюда можно положить и шпатель, можно и поставить ведерко, и ничего не поцарапается, ничего не повредится. То есть всегда, когда делаются работы, это в первую очередь, я говорю, заказчикам, нужно попросить мастера или стать самому, ну понятно, что не каждый заказчик имеет время, допустим, если он кого-то нанял, чтобы этим заниматься, но обязательно проконтролировать, чтобы после установки подоконника, чтобы не было так, что мастер потом в конце порежет, поцарапает подоконник, и придет и скажет, оно так было. Вот, заставить мастера, допустим, таким образом можно сделать. Приходим, то есть снимаем, фоткаем подоконник, что на нем нету сколов никаких, нету ни царапин. Он еще и в заводской броне сейчас находится, то есть он сейчас в пленке. Вот, и все. Сделали фото, накрыли, обклеили скотчем, я обычно делаю это скотчем, армировочным, такой, как в фильмах американских связывают заложников там, или еще каких-то этих, армировочным этим скотчем заклеиваю. Ну, поехал, у нас, извиняюсь за выражение, грамотное руководство страны сделало так, что в субботу и воскресенье ты не можешь ничего купить. То есть я не имею возможности зайти в магазин и купить себе армировочный скотч. В субботу и воскресенье. Давайте лучше пусть все, кому чего надо, выходные покупать, соберутся к понедельнику, и уже, то есть если в субботу и воскресенье могло прийти там, допустим, 50 тысяч человек в нашем городе, ну, сделать закупки, да, они перекладывают это все на других людей и скажут, едьте в понедельник. И в понедельник приедет уже 100 тысяч, потому что должно было приехать в понедельник 50, и 50 тысяч тех, кто хотели приехать на выходные. То есть, вместо того, чтобы разгрузить и не стыкать, не скапливать людей, они сделали так, что в понедельник будет скопление людей, и никто не заболеет. Вот, красавцы, короче. Поехали дальше. Вот, армировочного скотча у нас нету, плохо, потому что во время работ будет очень много влаги. Эта влага будет садиться на окно, она будет конденсировать. Сейчас у нас холодная пора, и этот конденсат будет обычный скотч, бумажный, малярку, он ее просто сделает сопли. То есть, я сейчас делаю оклейку чисто для сегодняшней работы. И все. То есть, я прихвачу, вымотаю немного скотча, потом все-таки поеду и куплю армировочный скотч, который не будет от влаги расставать, который можно даже там пропиткой где-то капнула, тряпочкой вытерть, и ничего не станется. Вот эта бумага, эта бумага потолще, сразу говорю. Рулончик стоит около, по-моему, 20 долларов. 20 квадратов, 20 долларов. То есть, доллар-квадрат, что-то такое. Вот, бумага толстая. Она не промокает. Ну, понятно, что если ее взять в ванную, положить, она промокнет. Но если положить тряпку, тоже она промокнет. Если разлили воду, вытерли с другой стороны, бумага будет сухая. Вот. И все. То есть, положили мы бумагу, положили гипсокартон, и на гипсокартон можем положить этот. Еще один был у меня случай, у меня, вот здесь же, дома. Я выбивал швы, вот эти, между панелями. и хорошо, мозгов хватило, положить кусок гипсокартона на ванную. И когда я выбивал швы, я вот так руками аккуратно доставал, доставал, и один кусочек такой, клац, и встрял в гипсокартон. То есть, до ванной не долетел. А ванную только купили, короче. Тогда, ну, немало, я не знаю, баксов 100, наверное, за ванну тогда я заплатил. Вот. Так бы было бы минус 100 баксов, короче, из-за того, что не положил обычные куски гипсокартона. То есть, не пожалейте денег, не пожалейте этих, не знаю, на сколько тут, на 30 гривен гипсокартон на этот подоконник, на 30 гривен пенопласта положите, потом в хозяйстве где-то уйдет, не выбросите, но зато у вас будет целый подоконник. Все. Понравился такой полезный совет. Даже, я видел, как декораторы перенапрягают и приходят, прям ставят свои инструменты, раздеваются, кушают, все на подоконниках делают. Даже видел на мраморных подоконниках такое делают. И даже видел, когда подоконник мраморный взяли с микроволновки, то есть, разогрели еду и с микроволновки, когда достали, положили запотевшую вот эту крышку от лотка, положили на подоконник и по сегодняшний день уже 7 лет прошло, там вот такое пятнышко круглое и осталось. Оно въелось в мрамор. Вот это, короче, жирное испарение, которое было на крышке. Даже такое я видел, что вот декораторы работали, пошли на обед и сделали такую красотень заказчику дорогой, испортил дорогой подоконник. Хорошо, заказчик не есть там, ну, как бы, кипишной какой-то. Он такой глянул, ну, не совсем заметно, если присмотреться и кто знает, то увидит. А так просто идет такая кашка типа подоконник да и подоконник. И все, на этом разошлись. Вот, ставьте лайки, кому полезно, кому не полезно, проходите, делайте, как, короче, всегда делаете. Всем пока, делайте красиво и живите богато. Субтитры сделал DimaTorzok